Всем привет! Вот приехал я в Германию от работы. Хожу, прогуливаюсь по городу. Точнее тут не город, а какая-то деревня. Это поселочек такой небольшой. Особо никаких кроссов нет. Тихо, спокойно. Свежий воздух. Шмели. Идеальное место, если хочешь уединиться и побыть наедине с самим собой. На деревьях висят всякие штуки разные. Тихий, тихий такой уголок. С одной стороны, нормально. Ходишь, никто не мешает. Но с другой стороны, что в деревне не очень. Мы сделаем где-то поближе к какой-то движухе. Знаете, какая крыша интересная. Сверху еще досочками сделано. Такие дома интересные. Обычно, где я не проходил, все против того, что я снимаю. Ну то, что не против, так я-то все равно за. Здесь, где-то неподалеку есть кони фирма. Недавно проезжала какая-то девушка, женщина на лошади. Таким аллюром раскакала. А, мы еще проезжаем на работу. Там какая-то фирма лошадей. Лошади стоят там. Королы. Мы находимся где-то 60 километров от Северного моря. И здесь такая погода. Вообще прям, чтобы вы понимали. Не знаю, телефон передаст, не передаст. Здесь постоянно дожди. Буквально час проходит. Два часа дождь. Не просто дождь, а ливень. Либо просто моросит. Потом снова ливень. Снова солнце. Либо просто ветер такой теплый. Ну, потому что лето. Не знаю. Это зависит от того, что здесь море рядом. Либо из-за того, что... Просто здесь такой климатический пояс. Я не знаю. Ну, еще вон домики. О, пожалуйста. Ну, говорят, за собаками надо убирать. Вон за лошадьми, пожалуйста, уберите. Немцы чистоплотные, да? Ха! Еще тут много разных автохаусов. Мы проезжали, наверное, я встретил. Посчитал уже, может, 10 автохаусов тут. Надо зайти посмотреть. Интересно, что же продают немцы. И в какую цену у них автомобили. Ха! Смотрите, какой интересный сковоречник. Кто-то придумал. А, вот здесь, наверное, скорее всего, и есть какая-то конефирма. Старая постройка. Так, эта дорожка, наверное, для велосипедистов. Ну, конечно. Для пешеходов дорожку не сделают. Только для велосипедистов. Такое место тихое. Как будто, знаете, фильмов ужасов. Такие дома старинные. И какой-нибудь старый дед с бабкой живет. Приглашают на кофе. И потом тебя просто мочат в подвале. Ну, вот здесь вот кажется, что вот такое место. Тихо, спокойно, как бы. Все умиротворенно. Ни души. Ни даже души никто не услышал. Ну, вот велосипедисты. Первые. Которых я увидел. Вон, полетели бабки. Бабка с дедом. Ну, пусть едут. Надо раздобыть велик, чтобы тоже ездить. Но здесь не Голландия и не Бельгия. Здесь велосипедов поменьше. Не, ну, может, если бы был большой город какой-нибудь там. Зачастую велосипеды просто отдают даже. Людям уже за ненадобность несили то, что они купили новые. Вот, слезняк. Видите? Один слезняк и второй. А вот даже еще один. Смотрите, какой большой. И вот здесь вот. Таких очень много слезняков у нас на работе там. Такое поле кукурузное. Его выкосили. И там они прям огромные такие. Я таких еще не видел. Они прям еще черные и рыжие. Такие, блин, улитки без панциря, короче. Они огромные такие. Ну, странные. По крайней мере, я нигде у нас не видел. Вот, они вот такие вот. Только они не такие, я не знаю, видно, не видно. Только они намного крупнее. Ну, наверное, в три раза таких. Вот, какая-то. Такие, конечно, интересные экземпиары. Ну, климат другой. Другие существа тут. Дом на колесах. Сразу с великом. Вы могли бы мне велик подогнать, чтобы я ездил. Шиповник. Там, на этом кукурузном поле, конечно, много этих улиток, коровы. Но там не видно, я их вижу. Ну, тут да, такой загород. Тут больше пшеницы растет. О, если видите, коровы там прям. Немецкие коровы с немецким молоком. Тоже какое-то построение старое. Вот такие, видимо, фермы здесь больше. О, поле колосится. А вот еще растительность. Шиповник. Вот такая у меня прогулка. Не успел в эти выходные куда-то вырваться в город. Хотелось бы где-то пройти, посмотреть достопримечательности. Какие-нибудь магазины с интересными вещами, продуктами, товарами. А вообще просто посмотреть, как живут в Европе. Как здесь развились со времен или после времен войны. Тут что-то непонятно. Ну, тут, видимо, какой-то слив, видно, моют кого-то либо лошадей, либо коров. Но, скорее всего, это коровник. Слышно по звукам, что это коровник. Но тут в округе большинство фермеров. Они либо выращивают, либо разводят. Как я понял, такое местечко. Знаки показывают, что через двадцать километров будет. Слышно там мычат коровы. В выходной приятно походить, подышать воздухом свежим. Тут плюс, что тут нет никакой загазованности каких-то заводов. Тут прям такие кислородные места. море недалеко и чувствуется тоже вот этот ветер. Круто! Может, кому-то что-то интересно. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Будем общаться. Все. Всем удачи, успехов, благополучия, процветания. Самое главное – крепкого здоровья и не менее крепкого духа.